в общем отрендерил я видеоролик наш фильм получился на 14 минут но в процессе уже как бы отсмотр еще раз свежим взглядом я обнаружил несколько косяков ну небольшие но тем не менее придется переделать но в любом случае в следующем ролике уже точно будет этот фильм а сегодня мы с вами поговорим про форматы про то как они меняют картинку меняют восприятие но сперва мне нужно сегодня встретиться с ольгой потому что у нас как бы день такой внутренней нашей премьеры а посмотреть готовый ролик может быть а как бы свежим взглядом она тоже что-то увидит какие-то недостатки какие-то недочеты которые нужно исправить а сейчас на на компе у меня копируется этот файл на флешку а в 4к такой тестовый просмотр фильма прошел успешно но в процессе просмотра я выявил еще несколько косяков которые я исправил а но уже исправил за компьютером и остался только финальный рендер и собственно следующем ролике может будет уже смотреть фильм который мы снимали а сегодня как я уже говорил я хочу а поделиться своим мнением о разных форматах и так как у меня нет полно кадровой камеры то а ну как как пример я буду показывать кадры снятые на средний формат и на вот эту мою камеру canon 200d и а формат это не только про размытость заднего плана и про различие в объективах до фокусных расстояниях формат это еще и некая перспектива и как раз вот в этих примерах которые я хочу показать наглядно видно как а на среднем формате перспектива совершенно другая хотя вот эти фотографии я снял практически с одной точки в данном случае на моей камере был объектив 24 миллиметра а на среднем формате был объектив 80 миллиметров и у них получается практически одинаковый угол обзора она за счет того что у среднего формата размер сенсора ну то есть пленочного кадра вот такой огромный а у моей камеры то есть это кроп матрица очень маленькая возникает вот такая вот разница что 24 миллиметра на кропе выглядит почти также в плане как бы дальности да и в плане ракурса а как 80 миллиметров на полном кадре ой не на полном она среднем формате и получается объектив 80 миллиметров на среднем формате он примерно как 45 миллиметров на полном кадре то есть полный кадр это что-то среднее получается между кропом и между средним форматом и вот эти размеры сенсоров размеры матриц они напрямую определяют а во первых физику как бы восприятие изображения и когда-то давно я услышал очень интересную фразу которая мне хорошо запомнилась которая звучала как с кроп сенсоры но в особенности имелось ввиду больше вот телефонные они похожи на то когда ты смотришь через вот тут щель в двери куда ключ вставляется очень такое маленькое отверстие а которое мешает воспринимать как бы то что ты видишь в объеме до в перспективе а уже соответственно если полностью открывать дверь то это уже как бы больше большие форматы крупные форматы которые позволяют а не просто отделить объекты друг от друга но и передать перспективу по-другому ближе к тому как мы ее видим а для себя я когда попробовал попробовал среднеформатную камеру в фотографии как бы я очень сильно поменял свое мировоззрение вообще касательно камер и как многие из тех кто занимается фото и видео а я начинал свое как бы общение с камерами именно crop формата и в принципе для меня было довольно большим открытием полнокадровой камеры и затем когда я уже узнал что такое средний формат что такое вот эта среднеформатная фотография то просто как бы так скажем все встало на свои места и стало понятно к чему я больше к чему я больше готов сделать выбор именно поэтому я собственно фотографировал только на среднеформатную камеру на свою практически ну так чуть-чуть и получается для съемки видео я полным кадром вообще практически никогда не пользовался а но вот когда мы снимали этот фильм мы снимали на камеру 6d mark 2 и получается я увидел насколько сильно отличается картинка ну то есть она как бы реально отличается даже несмотря на то что какие то вот то что я в прошлом видео говорил более продуманные сцены они как бы перевешивают технические моменты это все равно как бы ну глупо отрицать что картинка с crop камера она будет гораздо менее приятная чем картинка с полного кадра и получается а здесь помимо вот этого визуального отличия есть еще отличие а такое техническое первое заключается в том что на полном кадре как бы шире угол обзора и получается а допустим если один и тот же объектив использовать на кропе и на полном кадре то есть crop он как бы то что это crop он как бы обрезан то есть придет приход придется отходить дальше и а другое отличие заключается в том что чем больше размер как бы матрицы до сенсора получается тем больше света воспринимает этот сенсор и получается на полном кадре и на среднем формате шумы это ну такое как бы да то что ну встречается понятное дело но тем не менее это не проблема однако же на полном вернее на кропнутой камере вот даже на моей камере я замечал что а по идее поднимать iso выше 400 это уже но будут шумы будут будет некая каша ухудшение картинки и даже если снимать в достаточно светлых условиях да но тем не менее если приходится поднимать iso выше 400 то это как бы ну по ну как бы беда да так скажем по моему личному опыту а поднимать iso выше 400 это уже будет картинка неплохая но она будет хуже намного а на полном же кадре получается вот этот момент он более такой а так скажем больше возможностей и получается основная разница в том что идет другая перспектива идет больше восприятия больше камера воспринимать больше света картинка становится более объемной более приятной глазу и поэтому я считаю что практически любой наверное фотограф и видеограф он в какой-то момент приходит а вот в ту точку когда переход на полный кадр он в принципе видится как таким логичным шагом для дальнейшего развития и собственно я как бы вот уже ну упоминал об этом когда вот про r5 мы общались что в принципе я вижу как бы для себя как некий следующий шаг покупка полнокадровой камеры для вот как бы творческих проектов но это все пока как бы в будущем поэтому принципе а вот этой информации про разницу форматов и и как бы в по идее уже так навалом в интернете и сегодня я хотел бы еще такой момент добавить что а у меня как будто началась какая-то ломка касательно вот съемок именно каких-то идей но тем не менее я не могу постоянно креативить какие-то придумывать идеи и сейчас для себя я как бы сделал такой вывод что надо просто какое-то время пожить а для того чтобы новая какая-то вот новый проект зародился как бы да как-то я вот с собой постоянно в рюкзаке ношу свои тетради где делаю какие-то эскизы какие-то пометки какие-то записи для того чтобы потом это все переросло опять в следующий проект поэтому сейчас я буду делать финальный рендер и в следующем ролике мы с вами будем уже смотреть а фильм а этот фильм а я его выложу как премьеру а сегодня у нас получается вторник а я его выложу как премьеру а в четверг в 9 часов вечера по москве мы сможем в этой премьере пообщаться также скорее всего ольга тоже которая вот режиссировала она тоже будет скорее всего там так что ей может даже какие-то вопросы сможете задать а вот и собственно вот в четверг я планирую что мы это все посмотрим вечером а поэтому хорошего настроения и удачи